Я Стивозник, один из основателей Apple Computers. В 70-х годах я сам для себя собирал компьютеры. Мне хотелось иметь свой собственный, которым я бы мог работать. Это было мое любимое занятие. А потом ко мне пришел мой друг и сказал, «Эй, давай мы сделаем компанию и будем продавать твои компьютеры». Мы так и поступили. Так появилась Apple Computers. Я был одним из маленьких таких строителей. Я паял проводочки, создавал разные интересные продукты. Девайс за девайсом. Apple II – компьютер, который сделал нашу компанию большой и успешной. Это был шестой раз, когда я собрал какую-то систему ради собственного развлечения, а Стив Джобс успешно ее продал. Когда он предложил мне создать вместе компанию, мы уже были друзьями и разделяли страсть к технологиям. Очень сложно было отказаться от такого предложения. Верьте в себя. Не думайте, что ответы на любые вопросы можно найти в книге. Надо знать, как другие люди решают какие-то задачи. Но умный человек знает, что любую проблему можно решить разными способами. Можно найти новые способы решения тех проблем, которые вас волнуют. Когда ты понимаешь, что можешь переписать любую программу сам более эффективно, экономно, учитывая, может быть, какие-то свои нюансы, ты становишься изобретателем. Ты не копируешь чужие решения, а заново изобретаешь что-то свое. И для этого обязательно нужно верить в себя. Когда ты работаешь над своими проектами ради удовольствия, ради развлечения, люди часто говорят, это вообще ничего не стоит, это никому не нужно. Если это нужно тебе, это уже дорогого стоит. Дело жизни всегда начинается с маленького домашнего проекта. Я вспоминаю первые программы, которые я писал. Я переписывал их снова и снова, использовал написанный ранее код, как математические системы развиваются с простейшей операцией сложения до математического анализа. И вы тоже верьте в себя. Когда люди говорят вам, твоя идея не сработает, эту задачу нельзя решить с таким методом, это невозможно, воспринимайте это как вызов. Докажите, что они неправы. И помните, когда вы молоды, у вас много свободного времени. Вы в прекрасной интеллектуальной и физической форме. Вы можете работать до глубокой ночи. Не тратите свою жизнь на всякую ерунду, приходя домой после университета. Если есть вызовы, которые вам интересны, принимайте их. Интернет помогает учиться. Для того, чтобы научиться чему-нибудь, не обязательно идти в университет или слушать курс лекций. Сейчас можно учиться настолько быстро, насколько вы можете всему чему угодно. Верьте в себя. Посмотрите на все технологические компании. Apple и множество других. Вы можете создать такое же. План Б на сайте rbk.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова